Музыка 1986 год, Припять. Быстро развивающийся атомгородок, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры. Все, что необходимо для молодого населения. В городе проживает более 40 тысяч жителей. Апрельская весна всем им перевернула жизнь. Когда произошла авария, я не слышала. Я находилась у себя дома, не слышала, хоть и не спала в этот момент. Я только услышала, когда какой-то стал шум, непонятно, стали очень часто ездить машины. Это, по-видимому, скорая. Пожарные машины, наверное, поехали на станцию. Вот это я хорошо слышала. Но мне как-то стало не по себе жутко. Я легла спать. На утро старший сын пошел в школу. Он учился в первом классе. Его отправили в школу. С младшим сыном мы и с мужем пошли на рынок. Но в городе какая-то была непонятная обстановка. Там ездили какие-то военные машины. На рынке не было никого. Рынок был совершенно пустой. Что-то было подозрительно, что что-то в городе у нас случилось. Но все молчали. Никто нам ничего не говорил. Мы вернулись домой. Пришел сын старший со школы. Ну и после обеда был очень солнечный, теплый день. После обеда мы все вместе пошли гулять. Гуляли до вечера. Жили обычной жизнью. Это был выходной, суббота. Ездили наряженные машины. Люди женились в этот день. Ну, к вечеру мы пришли. Вышли опять вечером, так как тепло, солнечно. Вечером вышли опять уже возле подъезда с детьми. С детьми гуляли. Тогда шла соседка с нашего подъезда. Она нам сказала, что забирай детей. Заходите домой. Старайтесь меньше на улице находиться. Мы не знаем, в чем дело. Но на станции какая-то авария. Нас даже не пустили на смену. Ну, мы зашли. Потом на завтра уже мы с опаской старались не выходить никуда, так как уже соседка предупредила. Где-то в 12 днем объявили эвакуацию и сказали собраться. В каждую квартиру зашел милиционер. Нам он сказал, что ничего лишнего не брать. Только вещи необходимые. Ну, короче, в чем стоим, чтобы в том и выходили. Полпятого нас вывезли за 30-километровую зону. В деревня расселили. Каждую семью. Там у нас бабушка с дедушкой. Такие приветливые. Очень хорошо нас встретили. Ну, мы прожили там два дня. Потом каждый день собирались возле постсовета. Это деревня. Собирались возле постсовета. Нам глава их местной администрации сказала, что если есть у кого возможность куда поехать, можете разъехаться по родственникам. Потому что неизвестно, две недели точно вы не вернетесь в город. Ну, мы собрались и приехали сюда. Известие об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Десногорск поступило утром 27 апреля. Распоряжение об отправке группы дозиметристов с приборами пришло в виде телефонограммы. А группа, значит, состояла из семи человек. Это, значит, старшим был Морозов Александр Павлович. Значит, среди них это бывший военный. Далее шли, значит, Константин Николаевич Дерасев, Игорь Федорович Васильев, Александр Владимирович Осипов, Сергей Николаевич Буряк, и Юрий Дмитриевич Хряков. Но когда они приехали туда и увидели обстановку, то отправили, Шишанов еще был, седьмой, Виктор Степанович, Он до этого попадал в аварийную обстановку, в радиационную аварийную обстановку. По правилам нельзя было ему повышенное облучение иметь, и ребята отправили его вместе с этой Ниссой обратно. Когда эта Нисса пришла сюда, она во вторник пришла, померили ее колеса, от колес был фон один рентген в час. Она прошла 700 километров от Чернобыля до Смоленского АЭС. То есть настолько она была загрязнена. Директор Олег Николаевич Поздашев сразу пригласил дозиметриста Шишанова к себе в кабинет. И когда он рассказал, что там видели, он сразу сказал, все ясно, у них взорвался реактор. Ну и дальше ребята там пробыли неделю. Вернулись где-то в начале мая. Проделали там огромную работу по введению дозиметрической и радиационной разведки. Ребята, в общем-то, выбрали очень большие дозы, видимо, поскольку дозиметров тогда не было. Максимум, что было, это кассеты и ФКУ с фотопленкой, которые максимум два БРа на себя брали. Значит, один из дозиметристов Юра Хряков на вертолете поднимался над разрушенным реактором и на высоте 100 метров было где-то порядка 400 рентген в час. То есть колоссальнейшая самая цифра. Значит, ну и ребятам просто выдали там справку, что они получили по 40 рентген. Сколько на самом деле они получили, неизвестно. Но сейчас в живых остался один Александр Владимирович Осипов. Я же попал туда 1-го, 30-го июня. И там я тоже работал вахтовым начальником отдела радиационной безопасности, обеспечивал организацию радиационного контроля на самой станции, вокруг станции, участвовал во всех мероприятиях, которые там проводились. В то время на ликвидацию аварии откликнулось все население Советского Союза. Среди первых, кто уехал из Десногорска, были водители. Никаких объявлений еще не было, но я скажу, что это случилось 26 апреля, а уже 27-го. Мы отправили в командировку два КАМАЗа, водители Смирнов и Портной. Потом через... На следующий день также отправили Егорышкина на польское НИС, НИСа такая была машина, и увезли дозиметристов наших. В дальнейшем в дальнейшем была телефонограмма первого заместителя премьера Советского Союза Щербина. Я был откомандирован на Чернобыльской атомной станции, где водители, тридцать водителей и диспетчер. Вместе со мной, беспроводный Павел Иванович, вместе работали целый месяц. Ну, мне пришлось там съездить пять командировок, ну, если не ошибаюсь, 26 октября, моя последняя командировка. Коллектив у нас очень хороший, мы встретились вот здесь прямо, я бы сказал, митинг, не митинг, а поговорил с людьми, когда я съездил первого мая, возвратился на пять дней, пятого мая возвратился, и следующий, когда был командировок, она все жила, стопроцентный, стопроцентный. Если честно, мы не знали, ну, первая, там, первая поездка, первого мая, ну, еще, там, где-то горело, где-то, и мы не понимали, очень хорошая погода, очень, природа хорошая, люди, но в Припяти уже людей не было, просто их вывезли, и также мою семью. Это в дальнейшем, когда уже поближе, когда оперативка на станцию, мы ездили, тогда уже увидели, и более выяснилась ситуация, что случилось на Чернобыльской атомной станции. Я бы сказал, что ни мы, не работники станции, мы еще, это первая такая авария на атомной станции. Возможно, если бы мы знали, может, мы там не бросали бы свинец, возможно, но тогда была такая ситуация. И, конечно, для меня очень, я не могу сегодня о заработе, тогда эвакуация жителей припятия не видела, деревня, деревня большая, по тысячам дворов, когда обозы на теле, автобусы, машины, это как-то жутко, когда люди с иконами, коровы, лошади, все, это, конечно, очень впечатление жутко. И патриотизм, конечно, был сильный. Когда мы уже даже понимали, но мы знали, что надо это делать. Я повторяю, что когда, я бы сказал, подстрой, я предложил только добровольцы, у нас добровольцы сто процентов. Даже когда мы там определили 30 водителей, у нас был скандал, я хочу, я хочу, но потом по почте уезжали те специалисты, те механизаторы, водители, которые необходимы для ликвидации. Не надо бояться. Я понимаю, что эта авария, это своими руками сделано. Надо учитывать вот эти ошибки. Я надеюсь, после тех уроков, тяжелых уроков, сегодня, наверное, уверен, безопасность это прежде всего. Энергоблоки Чернобыльской АЭС первой, второй и третьей в связи со взрывом на четвертом были выведены из эксплуатации и для их пуска в августе были отправлены смоленские специалисты-атомщики. Мне достался марш-зал, это турбина первая, вторая, третья, четвертая, а потом пятая, шестая. Значит, все нулевые и минусовые отметки. Значит, пять рентгенов это минимальный фон был. От любого нашего манометра, манометр был любой, заполненный до половины такой пульпой, которая не выливалась, приборы вообще не герметичные, стекло пружинкой зажатое, не выливалось. От любого прибора пять рентгенов, ну, от трех до пяти рентгенов, от любого. Она была заменить, ну, тысячи манометра. Так вот, я такую систему разработал. Значит, мы залетаем один в помещение, в помещение закладывали свинцом, рулоны свинца с собой носили, такие, как половики, раскатывали. Один идет быстро, откручивает кабели, другой откручивает гайки, третий несет мешок, четвертый бросает в целлофановый мешок, скажем, пять-десять манометров, все мешок отставляем, и так помещение проходим. Затем следующие шили мы мешки из мешковины метров по пять длиной, эти целлофановые мешки в эту мешковину и сзади волоком на большом расстоянии, так как доза обратно пропорциональна квадрату расстояния, чем дальше эта волокеж большую активность и меньше сам будет. И вот такой у нас хоровод был. Многие хохотали над нами, говорят, ну Карпинский ты организовал, кричу, вы таскаете по полу. Вплоть дошутили, что похоронная команда что ли какая. Ну, вот так я свой опыт вот так применил. В нашем городе живет более 400 участников ликвидации последствий аварии, а также семьи переселенцев из зараженных территорий. Десногорцы ежегодно 26 апреля приходят к памятному знаку жертвам радиационных катастроф, чтобы почтить память ушедших и поблагодарить ныне живущих. Редактор субтитров